Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Будем тонироваться, будем с вами еще одно средство для стирки тестить. В общем, будет много интересного. Сейчас покажу покупки с Вайлберс. Девчонки, вот такие семена. Это катарантус. Я брала два разных. Я брала один белый, мне прислали два красных. Только что обратила внимание. Круто! Ладно, будет розовый у меня балкон. Взяла вот такую вот таблетницу. Мне важно было именно, чтобы было на неделю, чтобы не запариваться. Утро, день и ночь. Таких, к сожалению, мало. С двумя секциями много и недельных много. А вот чтобы с тремя секциями и недельных, выбор небольшой. 200 с чем-то рублей она стоила. Цветочки купила по совету девочки с Телеграмм. Мы там на разные темы беседуем. И она прислала фото, как у нее распустились эти цветочки. Ой, как это божественно смотрится. Они очень красивые. Очень. У меня есть земля, у меня есть поддон из фикс. Если я не выбросила, но горшки должны быть где-то. Я хочу посеять, посадить, чтобы у меня на балкончике была вот такая красота. Вообще заказывала белый и розовый. Очень интересно, конечно, прислали. А таблетница, а таблетницу я взяла, потому что пью сейчас большое количество БАДов. Ну как небольшой, но пью. Я про них тупо забываю. И чтобы не забывать, взяла вот эту таблетницу. Я разложу утро, день, ночь, вечер, ночь. На целую неделю. И она у меня будет где-нибудь лежать на видном месте на кухне. И я буду знать уже, что мне пить. Потому что БАДов много. Вот. И они, когда баночками стоят, я забываю. То забываю, когда что пить. То забываю, во время еды или не во время. В общем, пропускаю. Хочется какой-то системности, да. Взяла в магнит-косметик ПАЛЕТ 1.0. Будем очень аккуратно. Именно ей тонироваться. Краски, кстати, подорожали. Вообще капец. Они и стоили не дешевые, но подорожали. Я поняла, что Фоберлик вообще очень бюджетная организация. Вот это вот ГЭА ПАЛЕТ, ну не знаю, может кому-то нравится, не обижайтесь. Стоит 179 рублей по скидке магнит-косметика. Мне кажется, раньше на 100 рублей стоило. Вот. Так что на 1.0 с вами-то не рнемся. Для того, чтобы оттонироваться, нам сначала нужно хорошо промыть голову глубоко очищающим шампунем, что я сейчас, собственно говоря, и буду делать. Хотя, вы знаете, мне уже и так нравится. Вот опять серая. А здесь вот изюминка какая-то есть. Интересно. Я буду Head & Shoulders это делать. Ну, можно еще черным, фоберликовским. Вот. Как следует очищаем с вами волосы, раскрываем чешуйки, заматываем волосы полотенцем и наводим смесь. Если вы собираетесь просто оттонироваться, и вы очень светлая, то вам нужен сантиметр краски, совсем чуть-чуть, несколько капель окислителя в конце, немножко шампуня и водички. Я хочу затемнить слегка корни, а потом протянуть на всю длину. Поэтому я добавляю немного больше краски. Вот так. Блин, переборщила, девчонки. Вот это много. Так не делайте, если вы светлая. Половину сейчас уберу. Пусть будет так. Дальше нам нужен шампунь. У меня будет мороженое. Вот так. Чтобы у нас на голове все это дело хорошо пенилось. Перемешиваем сначала. Если вы совсем светлая, хотите просто оттонироваться, краски не больше сантиметра, девочки. И поливаем этим раствором волосы и сразу быстро смываем. Если вы не совсем, там, не десятка, не одиннадцать, да, то тогда будете держать и смотреть по ходу дела. Тогда несколько минут можно подержать. Так, теперь сюда немного водички. Такая жижа получилась, да, с водой. И добавляем сюда окислитель. Немного. Раз, два. Достаточно. Перемешиваем. Перемешиваем и сразу быстро на волосы, чтобы реакция пошла на волосах. Прошла буквально минута, у меня уже кончики темные. Причем темнее, чем корни. Я успел только миску помыть. Так что вот с этим делом аккуратней. Сейчас не знаю, еще минутку подержу и буду смывать. Наверное, кончики взяли всю черноту этого состава. На самом деле, мне кажется, корни гораздо светлее. Но я вижу, что желтизна нейтрализовалась, но мне кажется, просто кончики у меня темнее, чем корни. Это нехорошо. Ну, в крайнем случае, мы еще корни затонируем потом попозже. Все. Потом, как волосы высохнут, покажу уже, наверное, завтра, потому что сегодня поздно вечера и феном их травмировать не хочу. Высохнут естественным путем. Завтра вам цвет покажу. Ну что, девчонки, день следующий. В общем, вот такой получился цвет. Не скажу, что он сильно равномерный. Есть кое-где такие пепельные оттенки, но не повторяйте моих ошибок. Добавляйте 1 сантиметр краски для тонирования максимум. А если вы вообще осветленная порошком, да нельзя, то прям вообще полсантиметра, больше воды, больше шампуня и быстро смывать. Точнее, полили и сразу смыли. У меня получилось вот так, как получилось. Чем я поправила кончики? Они были совсем темные, из зеленцуй, знаете, такой пепельный, хороший, темненький, с зеленцой. Рассказываю лайфхак, да. Если это делать сразу, после как бы тонирования, покраски, то можно справиться. Хозяйственное мыло. Кусковой обычный, без всяких примесей. Обычно хозяйственное мыло. Я намылила кончики, как следует их помылила, а смыла. Потом второй раз еще всю голову прошлась хозяйственным мылом. Потом мы с вами берем свой обычный шампунь, лучше увлажняющий, потому что хозяйственное мыло сильно сушит волосы, да. Зато после него объем нереальный. Даже после того, как вы побыли своим шампуньем. И потом я еще нанесла питательную маску. И все равно вот это вот от хозяйственного мыла, вот этот объем, я знаю, о чем говорю, потому что раньше периодически, когда была брюнетка, и у меня были темные волосы, я почти не красилась, редко красилась, были очень жирные волосы. Я их периодически мыла хозяйственным мылом, оно очень хорошо очищает. Вот видите, вот тут вот на кончиках еще как бы немножко цветку, где отличается. Но я думаю, после последующей помывки я его тоже сравняю, и будет все более-менее достойно. Так что пока ходим вот так. Вот такой вам мой хороший лайфхак. Если вопросы есть, обязательно спрашивайте. Сегодня мы продолжаем с вами тестировать продукцию Neppy Club. Сегодня у нас средства для стирки на тестировании, да. Покажу вам, что заказала. Заказ, кстати, пришел очень быстро производства, потому что у них рядышком, мы рядом с Москвой живем, да, и склад рядом, и поэтому нам быстро доставляют. То есть, конечно, вы живете в Сибири или на Дальнем Востоке, да, то там подольше будут сроки. А к нам прям быстро, прям пару денечков, и все, и заказ уже у меня. Все покажу, все расскажу. Вот такой у меня был заказик в этот раз. Мне так понравилась продукция Neppy Club, что... Я обязательно еще и повторю память, что ну забери, забери, надо все забрать. Давайте начнем с посуды. Я заказала наборчик посуды трестерки. Мы уже из него кушали, и нам так понравилось. Слушайте, вообще, он вот так был, вот тут была ложечка, и вот в такой коробочке. Набор посуды для кормления. Цена для такого набора, кстати, очень-очень бюджетная. Прям вот классная. Учимся кушать, да. Очень удобная ложечка, очень удобная, прям понравилась. Конечно, мы пока с ложки не едим, но она с нее кушает. И вот размер, размер, то, что надо, да. Так, 4 предмета. Да, сейчас информацию с вами посмотрим. Тарелка глубокая, тарелка с тремя секциями, что вообще очень круто. Я и по секциям раскладываю еду, фруктики, там, овощи, смотря что кушаем. Ей безумно это нравится. Она из одной секции попробует, из другой, но вообще классно. Материал полипропилен. Так, срок годности 6 лет, срок службы 2 года. Соответствует требованию технического регламента, да, у нас с вами вот о безопасности продукции, предназначенной для детей. Это очень здорово. Безопасная посуда. Артикуль, если что, 7326 на сайте, да. И вот так вот выглядит этот набор. Чашку у меня уже стыли. Вот из этой кружечки мы уже пьем. Ей очень понравилось. Она научилась пить из кружки. И вот именно вот этот формат удобно. Смотрите, ее можно на столик вешать, там куда-то, а можно даже с собой на улицу брать, да, на колясочку повесить. То есть вот эти ручки, это очень, на самом деле, удобно. Такие же ручки у нас есть на чашечке. Я сейчас отдам чашку. Вот такие, видите, тоже удобно брать в руки и, в принципе, удобно. Такая глубокая чашечка у нас под сушечкой, да, что-то такое полужидкое. И здесь везде мордочки такие, вот видите, медвежатки. Классная, классная посуда, я очень довольна. И вот эта трехсекционная тарелка, вот так она выглядит. Там, кстати, на сайте еще есть для этой посуды противоскользящий коврик. Надо будет в следующий раз его заказать. Ну, в принципе, и так нормально. Она у меня тарелки не кидает, не швыряет, кушает, сидит. Все как бы отлично. Вот такая девчонка посуду уже ели из нее и очень понравилась. Мы с вами общались. Крестюшку уже достала из упаковки одноразовые слюнявчики. Купила вот такие одноразовые слюнявчики. Стоит тоже очень бюджетно, 0+. Здесь в упаковке 10 штучек на липучке, кармашек для крошек и жидкости непромокаемые. Мне так понравилось описание, я захотела попробовать. Потому что вот, который с силиконовой я ей надеваю, чтобы она не обливалась, она его срывает, ей не нравится в нем есть. Все, и прямо начинается панька. Вскройте упаковку, извлеките слюнявчик. Выверните кармашек наружу, разъедините бретели по линии перфорации, удалите защитную пленку с обратной стороны воротника, закрепите на шее малыша. Смотрите, какие они такие мягенькие. Да, малыш, они такие мягкие. Здесь у нас с вами рисунок. И вот у нас бретели, которые на шейку одеваются. Здесь липучка. Так, вот как он выглядит целиком. Большой и с кармашком. Представляете, как продуманно вообще здорово. Вот он, кармашек. И мы его должны с вами вывернуть наружу, чтобы у нас, если что, туда падала еда. Сейчас я выверну. Вот таким образом он выворачивается. Смотрите, как здорово. Он довольно глубокий. Классно. И смотрите, здесь есть липучки. То есть мы можем к одежде прилепить. И, кстати, они такие клейк основы, прям такая добротная. Вот две липучки мы прям к одежде прилепили, да, чтобы он туда-сюда не ездил. Отлепили липучку вверху. И с помощью вот этих клейких основ мы уже друг за другом вот так с вами сзади на шейке ребенка закрепим. Повесим. Если, мне кажется, не сильно его пачкать, можно не один раз. Применять вполне себе. А так он тактильно такой очень мягенький-мягенький. Прям как в подгузнике. Так. В общем, мне понравилось. Слушайте, задумка классная. Вообще задумка классная. Производитель отечественный. Производят мамы. Действительно для мам, да. Я в восторге от этой марки. Молодцы какие вообще. Так. И дальше. Дальше у нас с вами, смотрите, что еще заказала интересного. Крисушка уже поюзала эту упаковку тоже. Она же шуршащая. Очень удобная задумка, удобный формат. Смотрите. Это антибактериально концентрированное средство для мытья и дезинфекции полов и поверхностей. Убивает микробы и вирусы. Эффект до 24 часов. Без флуоресцентных отбеливателей. Классно. Это которые у нас, наверное, оптические. Безопасно для природы. Экопродукт. Вообще здорово. Отлично. Так. Информация. Артикул 7412. Без резкого запаха. Сейчас потестируем. Состав. Кому интересно. Смотрите. Меры предрасположенности. Одна таблетка у нас получается на 500 миллилитров воды. В случае сильного загрязнения используйте две таблетки. После полного растворения таблетки в воде средство готово к применению. Смывать не нужно. То есть мы обработали с вами полы или поверхности и смывать не обязательно. Вот такая упаковочка. Сейчас вскроем. Вот так выглядят таблеточки сами. Такие они голубоватые. С краплениями. Так. Смотрите. Порошочек на руках остается. Когда достаем. Во. Вот как они выглядят. Ой, как вкусно пахнут. Какой классный аромат. Он характерный для всей продукции. Напиклап такой цветочный. Очень-очень приятный. Слушайте, здорово. А это у нас с вами наклейка. Наклейте кетку. Используйте повторный флакон. Можно, допустим, флакончики с распылителем разводить. Да. И обрабатывать поверхность. Видите, это наклеечка. Классно. Супер. Задумка отличная. Будем тестировать. Это у нас с вами набор для стирки. Я взяла именно набором, потому что так вышло бюджетнее. В районе 700 рублей оба средства вместе. Да. Иногда бывают скидки и на средства по отдельности. Скидки бывают часто. Девчонок, поэтому надо проходить, смотреть. Я вам, как всегда, промо-код еще пропишу на подарочек. У меня все время гель для стирки тырят. Вот все время. Вот не дает покоя ей. Хочется и хочется. На вот эту штучку. Вот. Промо-код пропишу на то, чтобы получить в подарок шампунь. Для малышей, для наших. До 1 июня он у нас с вами. Да-да-да, конечно, и тебе такое надо. Я все прекрасно понимаю. При покупке от 2000 он срабатывает. Оставлю ссылку на сайт, оставлю ссылку на их Телеграм. У них проходят денежные розыгрыши каждую неделю. Вообще очень круто. Я, естественно, участвую. Я такое дело люблю. Да, и бывают очень хорошие акции, скидки, о которых они всегда в Телеграм, естественно, сообщают. Так, кондиционер для детского белья, или давайте гель, пока у меня не стырели, для детского белья. Ноль фосфатов, ноль красителей. Для белых и цветных тканей удаляет пятна и загрязнение легко выполаскивается. Био. 98% натурального происхождения. Да, продается только... Ага. Фокус возвращается к нам. Давайте смотреть с вами состав. Здесь литр. Здесь литр. Литр за 350 рублей. Сейчас, грубо говоря, да, это вообще нормально. Это вообще круто. Если еще со своими функциями справляются, то и средства для стирки на пеклап у меня будут в любимчиках. Так, легко растворяется в воде. Наверное, для ручной стирки даже подходит, девчонки. Ага, из волокон в процессе не содержит фосфатов, красителей и других химических агрессивных компонентов. Сбалансированный ПАЖ. Отстирывает пятна любой сложности. Для мамы это вообще, ну, как бы не первостепенно. Первостепенно, наверное, безопасность. И на втором месте уже стоит пятна, потому что, ну, детки, они всегда запачкиваются. Так, для всех типов стиральда и для ручной можно стирки. Вот, эффективен при любой температуре от 30 до 60. Для всех типов ткани. Ага. При легком загрязнении 60 миллилитров. Мерный у нас колпачок с вами 40 миллилитров. То есть у нас, если нет загрязнения, нам просто нужно освежить белье. Я думаю, 40 миллилитров вполне достаточно. А при загрязнении уже нам нужно с вами, ну, грубо говоря, два колпачка 80 миллилитров в среднем. Да, 60 при легком, 100 при сильном, 120 при сильном. А, 100 при среднем, 120 при сильном. Ручная стирка 40 миллилитров на 10 литров воды. Фокус, не покидай нас, дорогой. Так, вот, состав. Энзимы. Ага. Все вам показываю. Информация. Артикул 95-98. Так, давайте на момент отдушки. Нам его взболтало уже, но вот как он выглядит. Так, по густоте. Ну, густой, 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 густой гель. Такой еле-еле перекатывается. Фокус нас покидает. Так, и понюхаем с вами отдушечку. Ой, какая классная, девчонки, цветочная, парфюмерная. Какая здоровская. Такие духи на весну хочу, честно. Ну, фокус. Ой, вообще классная. Адушка невероятная. Она не сильно бьет в нос. Посмотрим, как она будет на стираном белье. Оставаться не будет, но у нас еще кондишен. Кондишен. Поэтому я хочу, чтобы она оставалась, если честно. Потому что она крутая. Вот у нас с вами кондиционер из этой же линейки. Здесь тоже у нас с вами литр. Показываю его состав. Так, на стирку 30 миллилитров. У него расход, то есть, будет, ну, гораздо меньше. Он концентрированный. Нам его, вот этого кондиционера, хватит на два флакона, наверное, средства для стирки, да? 20 миллилитров приручной и 30-40 миллилитров в зависимости от того, сколько килограмм загрузили в машину. Точно такая же, как у геля. Невероятно крутая, цветочная вообще супер. Мне безумно понравилось. Ну что, нам осталось с вами все протестировать. Девчонки, сейчас буду тестировать. Хочу сначала не на детском белье, а мне интересно, вот Ксюшины носочки после тренировки, да? Показываю вам. Вот сейчас будем их стирать. Тут не только носочки, светлые вещи попробую постирать, да? Ксюшину в основном. Мы посмотрим, как отстирать. Есть Крестюшкины, кстати, маечки. Она всегда их заляпывает едой тоже. Так, сейчас найду. Есть тут у нас где-то пятна. Вот тут от бананов. От бананов тоже пятна. Да, это всего. Есть, вот они. Сейчас посмотрим с вами, как справиться. В общем, начинаем тестировать новый гель и новый кондиционер от Непи Клаб. Еще ее бодик нашла. Я не знаю, тут, наверное, апельсины у нас. В общем, мы постараться на день переодеваемся. Сейчас посмотрим, как справиться. Моя хорошая, стирка закончена. Сейчас вместе с вами все буду доставать. Будем смотреть. Ксюшины носочки. Как бы все отлично. Причем я наливала один колпачок. Все отстиралось. Все хорошо. Все замечательно. Я прям довольна. Смотрим бодики. Хотела показать вам при естественном освещении, потому что ванна вообще непонятна. Я в восторге. Вот белые носки на белом подоконнике. Носки белоснежные. Вот это одна пара, это другая пара. Другие носочки, они вообще прям беленькие-беленькие, кипельные. Классно. У нас где-то с вами были пятна. Тоже отстирались. Ой, класс! Какое средство крутое. Вообще супер. Это я вспышку включила. Вот носочки вам показываю. Как бы вообще замечательно. Но честно, фаберлит прошел бы. Так не отстирал вот, девчонки, у меня. На следующий бодик пятно осталось. Посветлело, но осталось. Помните, мы с вами желтое смотрели. Мне кажется, оно уже давно у нас здесь. Отчего я не помню. Не свежее. Слушайте, в целом я очень довольна. Белье мягкое. Белье очень мягкое. То есть кондиционер мы с вами добавляли, да? Мне понравилось. И в плане того, как отстирывает, мне тоже очень понравилось. Прям замечательно. Супер. Так что смело могу рекомендовать. И не только для малышей, но и вообще как средство для стирки для дома. Мне очень понравилось. Ой, девчонки, а какой запах от белья обалденный. Сейчас развешивала. Он есть, он присутствует. И он такой нежный, такой классный. Запах чистоты с запахом цветочков. Прям... На этом влог буду заканчивать. Надеюсь, была вам полезна и интересна. Все ссылки под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.